Ребята, всем привет! Я отработала. Сегодня у меня был пятый день. Наконец-то, это крайний день перед моими выходными. Завтра, послезавтра у меня выходной. Я как будто в командировке была домой вечером. Приходила, помоюсь и спать. Так что сегодня отработала. Думаю, завтра я буду отдыхать. Хоть бы погодка была хорошая. На Волгу всё-таки хочется съездить. Так что вот так, ребята. Сейчас приеду домой. Такси ещё не могу вызвать. То есть вызываю во все такси, звоню, где занято, где вообще трубку не берут. В общем, в одно такси дозвонилась онлайн. Сейчас сказали, что подъеду через минут 20. Так что 20 минут мне придётся ещё здесь кандалу. А завтра мне ещё Марина говорит, давай, мама, поехали отдыхать. Так что я завтра всё-таки, может быть, вырвусь на Волгу, поснимаю вам наши места. Посмотрим. Ну вот так, ребят, пойду. Может, сейчас такси уже подъедет. Я уже дома. Вот у нас жара на улице. Это просто ужас. Я пришла. Давай быстрее включать кондиционер. Включила кондиционер. Думаю, сейчас там охлажу в зале. Потом дверь открою на ночь, как обычно. И поставила уже варить. Петуха. Сейчас покажу вам. Сама не знаю, что буду с ним варить. Ну, в общем, пусть сварится. А там уже подумаю. Он будет вариться часа 2-3. А здесь вон кто у меня. Я их уже тоже накормила. В первую очередь. Петушка порезала. И, мой ты мой, что ты там нашла? Красотка. Пришла быстрее с ними гулять. Пушок за нами ходит. Да, ты мой сладкий. Он домой. Лола из дома. Говорю, пошли, Пушок с нами погуляешь. И всё. Потом пошла кошек кормить в гараж. У нас в гараже ещё кошки там живут. Я давай всех кошек, пока их накормила. Ты чё, Лола? Глухопень маленький. Лоля, да ты моя грозовица, любимая. Да, моя девочка. И Пушок здесь лежит. Да, да. Папе твоего нету. Папа на работе твой. Да. Заступничек твой. Ой, да ты мой сладкий. Да, ты мой маленький. Ой, как ему нравится. Ласка-то, да. У нас в гараже кошек сейчас четыре осталось. Было у нас их, наверное, сейчас вспомню ещё, кто у нас был. Так, раз, два, три, четыре. В общем, там их было очень много. Плюс котяток, кошки плодятся. Но куда девать. Вот нам жалко вечно. Мы всех собираем. Потом вот тоже им варим кушать. И носим. Вот так они у нас живут уже, я не знаю, сколько лет, кошки. В общем, курятник мы как завели себе, так и кошки приютились у нас там, так и живут. Котята у нас появились. Я вам сейчас скажу, как. Первый котёнок, это вот был у нас на работе возле аптеки. Я жалостлива, мне всех котят жалко. Я думаю, я их всех припру домой. Но куда их тащить? Не знаешь куда. В гараже люди тоже соседи. Все ругаются, а нам всех жалко. Ладно. Я, значит, закрываю глаза, чтобы не видеть. Он орёт. Я покормила. Маленький. Андрей здесь. Дети таскают и припёрли кто-то. Андрей приехал, стоит, меня ждёт. И говорит, Наташ, ведь он погибнет. Его машина задавит. А он маленький, трёхцветный, такая лопушечка. Вот такой маленький, набивной такой весь. Ну что, пришлось взять. Андрей говорит, забирай. Я села в машину. Не могу, смотрю, жалко. Андрей говорит, иди быстро забирай. В общем, я его забрала. Оказалось, это Муся Андрей её назвал. Была у нас Муська. Вот Муська нам принесла потомство уже. Вот дымчатый. Я вам потом покажу дымчатый. У меня ещё там кошка беременная. Как бы уже не родила. В общем, я её что-то сегодня не видела. Так что вот такие вот дела, друзья. Были кролики, куры были. Хозяйства очень много было. Но это отдельная тема. Андрей может приедет. Может быть, я расскажу. Там, в общем, долгий разговор про хозяйство. Ну всё, я покалякала. Пошла-ка я, наверное, убираться. Мне надо полы помыть, убраться, кушать, что-то сварить. Не знаю, сегодня буду варить, не буду варить. Я хотела сварить ещё один рецепт у меня там. В общем, сделать, как сказать, голубцы. Но только в кабачке. В общем, посмотрим. Я тоже первый раз рецепт увидела. В общем, хочу приготовить. У меня язык заплетается. Я сегодня столько наговорилась на работе. У меня, как всегда, после работы, я не могу остановиться. Болтаю, болтаю, болтаю. Так что вот так. Пошла я убираться, стирать. Не знаю, сегодня включусь, не включусь. Посмотрим. Всем доброе утро. У нас уже следующий день. Я вчера не стала ничего больше снимать, потому что я ничего не готовила. Устала вчера, пока всё перемыла, перестирала. И всё, помылась, легла. Время уже 12 часов было. И я уже не стала больше ничего готовить. Думаю, ну, куда готовить? Время уже, первый час. Всё. Вот. Сегодня у нас утром вроде немножечко свежо было, но дома всё равно душновато. Почему-то, я не знаю. Но я спальню закрыла, окно. Там вообще у нас солнце с утра. Духотища невозможная. Так что вот так. Сейчас буду завтракать. Петуха я продолжаю варить. Надо супец сварить. Ну, что ещё мне надо? Ну, и кабачковые вот эти вот, как голубцы, хочу сделать. Ну, не знаю, успею, не успею, потому что дети приедут за мной. Поедем на Волгу. Если у них планы не поменялись, что-то. Так что вот так. Вчера перестирала, повесила дома бельё. Ну, ничего, уже всё сухое. Сейчас буду уже снимать. Хоть и не люблю я дома вешать бельё, но приходится. Что вчера вечером, куда я его вывешу? На ночь. Так что вот так. Открою окно. Прям здесь, с этой стороны, прям так свежо, хорошо. А так жарковато. Так что вот так, ребята. Сейчас пойдём завтракать и готовить. Ребята, я наелась. Чё-то даже не хочу ничего делать. Ну, придётся. Уже мясо у меня сварилось. Так разварилось, хорошо. Сейчас буду его отделять от костей. И прям бульончик туда добавлю. И лапши. Всё. Лёгкий суп готов. Поставила рис отваривать на голубцы. Так что сейчас приготовим быстренько. У нас то солнце спряталось. Я говорю, ну, я как на Волгу собираюсь. У нас вечно что-то меняется погода. Но вроде сейчас нечего. Вышло солнце. Я даже не смотрела погоду на сегодня. Так что вот так. В коем-то веке собралась. И то меня Марина уговорила. Давай, давай, мам, поехали. Так что вот так вот. Давайте готовить быстренько. И всё. Собираться. Ну что, ребята. Начнём делать голубцы. Я вот так вот нарезаю вот такими тоненькими слайсами. Правда, у меня что-то неровно как-то получается. Нажимать получше, наверное, надо. Вот, точно. Смотрите, как получается хорошо. Здесь, где семечко, уже не очень. Теперь солим. Каждый. У нас на хлеб-заводе собаки там в охране. Вот как кто заходит, они бешено лаять начинают. Это они так радуются. Кто их кормит, вот там, говорит, когда кормить еду, вот они так разрываются от счастья. Встречают. Ну, сейчас посмотрим, что у нас получится. Ну, я думаю, что будет вкуснее. Кабачки я люблю. Да ещё и с фаршем. Сейчас заливкой зальём их. Суп уже я сварила. Что я тороплюсь, в общем. Они должны вот так вот полежать немножко. Дадут сок и помягче будут. Сейчас оставим минут на десять. Ну, а эти мы сейчас, знаете, что сделаем? Обрезки я сейчас порежу в фарш. Они сейчас сок дадут. А можно, знаете, в блендере точно. Сейчас я её в блендере разобью. Вот, ребят, сбаландерила. Видите, как кабачок. И получился вот такой вот. Он прям сок, сочный такой. Ну, и всё. Сейчас прям размешаю. Будет сочный фарш. За счёт этого кабачка. Всё, вы можете перчить, любые свои специи добавлять. Я не добавляла. Я только посолила и всё. Потому что Василиса будет не хочу добавлять. Ничего, ни паприку, ничего не буду добавлять. Оставлю так. Так что всё, ребят, сейчас будем заворачивать. Я в фарш, правда, добавила здесь это, укроп. Вот что ж. Ну, что-то же я добавила. Всё, если есть вода, вы сливаете воду с кабачка и начинаем заворачивать. Так, знаете, сначала сделаем как? Вот такие вот колбаски. Чтобы потом брать просто и всё. Много кабачка не ложите. Потому что вот вроде бы у меня говядина, а жидковатый как будто фарш. Я хотела, чтобы пожёстче был. Ну, может быть, он будет вкуснее. Всё равно он зато сочный будет. Рис, я здесь добавила рис. До полуготовности я его сварила. Не знаю, говорила, нет, уже не помню. Всё, сейчас вот наформирую вот так колбаски и буду заворачивать уже. Ну, всё, берём пластиночку кабачка. Вот так вот заворачиваем. Ну, видите, я много взяла. Остатки можно немного убрать. Вот такая штучка получается. Ну, всё, делаем сметану и заливку. Здесь у меня 25-процентная сметана. Водички добавляем. И прям я капельку соли добавлю. Потому что кабачки и фарш солёные можно добавить совсем чуть-чуть. Прям щепоточку небольшую. Но это вы уже сами смотрите, потому что кто-то любит в меру солёную, кто-то соленоватые. Я вообще люблю, чтобы с солью было хорошо. Включаем газ и заливаем. Если будет сейчас мало, можно ещё добавить. Ну, в общем, вот так вот заливаем. Достаточно вот этой заливки. Мне как раз хватило. И всё, сейчас накрываем. И минут на 20-25 оставляем на медленном огне. Сейчас закипит и убавим. Ну, вот и всё. Приготовились у меня голубцы. Сейчас я их переложу с собой немножко. Правда, горячие. Хочу с собой взять немного, потому что детей угостить. Прямо сразу сейчас остынут, мы покушаем. Потому что там же жарко стиснуться. Потом вам скажу, какие получились. Не знаю. Так что у нас сейчас будет обед. Я огурчиков нарезала с собой свежих. Помидор у меня нет. Огурцы мам давала. И голубцовка. Вот такая вот вкусняшка. Ну всё, ребята, мы на берегу. Вот на нашей Волге. Сунок. Василиса. Вот она, внученька. Василиса, глянь на бабу. Ну вот, занялась. Ты корову так хорошо на улице. Белесть. Ой, плюшка. Щёлкнула. Смотри, щёлкнула. Щёлкнула. Смотри, щёлкнула. Смотри, щёлкнула. Так хорошо, да? Первый раз я вылетела, я за то лето вообще ни разу не была. Догоню! Догоню, догоню! Догоню сейчас! Ой, догоню, догоню! Ой, догоню! Догоню, догоню! Догоню, догоню, догоню! Догоню, догоню! Догоню, догоню! Субтитры сделал DimaTorzok